Изюминкой архитектуры дома является вот это арочное окно. Посмотрите, какая ширина газона, то есть деревья даже средних размеров здесь можно посадить. На зоне парковки помещается три автомобиля. На сегодняшний день под правильным уклоном анации по нащебням. Такой двери в квартире от застройщика вы точно не увидите. Кухня-гостиная площадью 25 квадратных метров является самым большим помещением этого дома. Здесь решает хозяин, когда ему включить систему теплого пола, радиатора и так далее. В квартире вы будете ждать отопительного сезона. И никого не волнует, какая на сегодняшний день погода на улице. В некоторых современных квартирах, особенно в элитных домах, да, два санузла есть, но площадью 7 квадратных метров, я думаю, вряд ли. Застилаем пол фанерой. Итого получаем 30 квадратных метров хоз помещения. Хоз помещения всегда нужно. Вот это реле напряжение с установкой стоит около 5000 рублей. Это только один вот этот автомат. Приветствую вас на канале Дневник Строителя. Меня зовут Евгений. Сегодня проведу для вас обзор интересного одноэтажного дома. Естественно, разберу его архитектуру, функционал планировки, покажу все этапы строительства, конечно же, затрону тему стоимости и сроков. А также проведу параллель с трехкомнатной квартирой, цена которой на сегодняшний день выше цены вот такого дома. Общая площадь дома 106 квадратных метров. Расположен в черте города Миллионника. Рядом микрорайон с самой что ни на есть развитой инфраструктурой. Все это в прямом смысле слова в шаговой доступности. В 200 метрах от дома находится роща. Экологически чистый район. Архитектура дома выполнена в баварском стиле. Кирпич двух разных цветов, трех разных оттенков. Естественно, с рустированной накладкой, кладка которого осуществлялась на белую кладочную смесь. То есть, как вы видите, на финише у нас белые швы. И, естественно, всю эту архитектуру неплохо дополняют белые металлопластиковые окна. А точнее, белая раскладка в стеклопакетах. Изюминкой архитектуры дома является вот это арочное окно с фронтоном. В темное время суток архитектуру неплохо украшают фонари освещения. По периметру участка построен металлический забор с кирпичными колоннами, монолитной лентой внизу. Установлена металлическая калитка с электрозамком, а также установлены электроролворота. По периметру дома изготовлена монолитная отмостка, которая защищает фундамент. Все газоны отсыпаны черноземом. На видео может показаться, что забор построен слишком близко к дому, и при проживании люди будут видеть забор. Но по факту, друзья мои, посмотрите, какая ширина газона. То есть, деревья даже средних размеров здесь можно посадить. Соответственно, при проживании люди будут видеть не забор, как сегодня, а красивые зеленые деревья. На зоне парковки помещаются три автомобиля. На сегодняшний день под правильным уклоном она отсыпана щебнем, под печатный бетон, либо тротуарную плитку. Уличная терраса площадью 14 квадратных метров. Обратите внимание, напротив нее газон достаточно больших размеров, чтобы можно было посадить много зелени, либо поставить бассейн. Итого, что мы имеем? Пусть даже небольшой земельный участок, но тем не менее, автопарковка на три машины раз, газоны для озеленения два, место есть под бассейн три, терраса четыре. Согласитесь, это уже весомые аргументы дома перед квартирой. Самое главное, за стенами нет соседей, нет общих подъездов. Состояние земельного участка выполнено на 70%, то есть люди годами могут жить при таком дворе без какого-либо дискомфорта. Сейчас мы пройдем в дом, и я детально для вас разберу его планировку. Поверьте, вы еще больше удивитесь и задумайтесь. Но перед этим хочу напомнить, что недавно YouTube канал Дневник Строителя преодолел цифру в 180 тысяч подписчиков. Поэтому всем тем, кто подписан на нас, говорю спасибо, а тем, кто не подписан, рекомендую подписаться. У главного входа в дом компактно расположена уличная крылечка площадью всего 2 квадратных метра, но обратить внимание нужно на вот эту настоящую входную уличную дверь, которая классно дополняет архитектуру нашего дома в целом. Естественно, правильная фурнитура, правильное утепление. В общем, друзья мои, такой двери в квартире от застройщика вы точно не увидите. Комната прихожая площадью 4 квадратных метра. Конечно же, есть место для мебели. Установлен радиатор. В целом, по всему полу первого этажа смонтирована система теплого пола, кроме трех спальных комнат. Коридор площадью 6 квадратных метров. В доме есть три спальные комнаты. Одна 13 квадратных метров и две по 14 квадратных метров. Их расположение можно посмотреть на планировке. Сейчас зайдем в одну из них и детально ее разберем. Арочное окно, которое вы уже оценили на архитектуре нашего дома. Посмотрите, какой вид оно дает спальной комнате. А самое главное, посмотрите, сколько дневного света оно пропускает. При изготовлении проекта здесь было оставлено место под гардеробную. То есть, после чистовой отделки будут установлены двери купе с зеркалами, а за ними уже будут находиться полочки, вешалки и так далее. Очень удобное, комфортное и самое главное, современное решение. Потому что в спальной комнате, кроме кровати и предкроватных тумбочек, больше не будет никакой мебели. Во всех жилых комнатах, в том числе кухни-гостиной, есть выводы ТВ, интернет-проводов, в том числе выводы под сплит-систему. В квартире от застройщика вы это будете делать за собственные деньги. В этом доме два санузла. Гостевой площадью 2 квадратных метра. После чистовой отделки в нем будет установлена инсталляция и раковина. Основной санузел площади 7 квадратных метров. Это просто идеальная площадь для воплощения любого дизайн интерьера. Что собственно говоря, нужно обратить внимание, что во всех местах, где будут установлены разные приборы, такие как инсталляция, раковины, полотенчик, наконец-таки ванна, уже есть выводы канализационных труб и труб водопровода. А также есть выводы электрокабелей для дополнительной подсветки и розеток. В общем, друзья мои, вот элементарно этого всего в квартире не будет. Это все вы будете делать за свои деньги. И это все, поверьте, стоит не так дешево, как может показаться. К тому же, в некоторых современных квартирах, особенно в элитных домах, да, два санузла есть, но площади 7 квадратных метров, я думаю, вряд ли. Кухня-гостиная площадью 25 квадратных метров является самым большим помещением этого дома. Витражная входная группа, через которую мы попадаем на уличную террасу. Посмотрите, какой поток дневного света через себя она пропускает. Здесь расположена зона отдыха, будет стоять диван напротив зоны ТВ. Зона кухонная, идеальных размеров, не будет никаких проблем с дизайн-проектом. Посмотрите, есть все необходимые выводы электрокабелей, сантехнических труб, канализационных труб. То есть, друзья мои, опять же, привет квартирам. Техническая комната-бойлерная площадью 5 квадратных метров. Как вы видите, здесь уже достаточно технических узлов расположено, начиная от щита с автоматами, продолжая приборами для системы отопления и водоснабжения дома. В дальнейшем здесь будет установлена стиральная сушильная машина и остается место для небольшого шкафчика. Вопрос, друзья мои, где в квартире вы будете устанавливать стиральную сушильную машину? Ну, конечно же, либо в кухне, либо в санузле. Других вариантов застройщик вам не оставил. Также, самый, наверное, вообще весомый плюс, опять же, в частном доме, это система отопления. Здесь решает хозяин, когда ему включить систему теплого пола, радиаторы и так далее. В квартире вы будете ждать отопительного сезона. И никого не волнует, какая на сегодняшний день погода на улице. Находясь на чердаке этого дома, думаю окончательно поставить точку в сегодняшнем квартирном вопросе. Потому что, друзья мои, программа минимум. Застилаем пол фанерой, итого получаем 30 квадратных метров хоз помещения. Хоз помещения всегда нужно. К примеру, вы ездите на горнолыжку, экипировка, где вы ее в квартире будете хранить? Сами понимаете, здесь, пожалуйста, велосипеды и так далее. То есть, постоянно у любой семьи есть вещи, которых, ну, просто в жилых помещениях, которые нельзя хранить. Здесь вот, это программа минимум, просто застелить фанеру. Собственными руками за ограниченный бюджет вы это сделаете. Программа максимум. Утепляем скаты, также застилаем пол фанерой, вешаем один радиатор десятку, получаем 30 квадратных метров жилого помещения. Соответственно, друзья мои, это огромные перспективы, согласитесь. В квартире какие у вас перспективы? Наверняка у многих из вас возникает вопрос, из каких строительных материалов и по какой технологии построен этот дом? Давайте посмотрим. При подготовке участка для строительства дома пришлось спилить небольшие деревья, а их корни выкорчивать с помощью экскаватора. По расчету в нашем случае ленточный фундамент и монолитный цоколь изготавливается одним этапом. Глубина траншеи от 80 до 110 сантиметров, ширина от 45 до 50 сантиметров. По всей ленте фундамента смонтирована гидропленка. Армокаркасы собраны из продольных прутов, арматуры диаметром 12 миллиметров, также каждые 300 миллиметров установлены хомуты диаметром 6,5 миллиметров. На всех углах есть специальные усиления. Прием бетона марки М200В15, естественно, с применением вибратора по бетону. Обратная засыпка цоколя осуществлялась песком с послойным уплотнением. Изготовление армосетки из арматуры диаметром 12 миллиметров, между сеткой и песчаной подушкой уложена гидроизоляция. Прием бетона марки М200. При строительстве стен дома использовали кирпич фасадный керамический 150 марки, кладка которого осуществлялась на белую кладочную смесь при толщине швов от 8 до 10 миллиметров. Для перевязки стены фасадной из керамического кирпича и несущей из газобетонного блока использовали базальтовую сетку. Для строительства несущих стен по периметру использовали газоблок D500, кладка которого осуществлялась на специальный клей для газобетона. Для строительства внутренних стен несущих и перегородок использовали кирпич 125 марки, кладка которого осуществлялась на цементно-песчаный раствор. Самым сложным этапом строительства было изготовление арочного окна, начиная с выбора правильного радиуса арки, изготовление шаблона из фанеры, продолжая зарезанием каждого кирпича и сама кладка арки непростая работа. Строительство фронтона тоже требует определенного расчета, да и кладка фронтона дело нелегкое. При строительстве крыши, конечно же, использовали высокосортный лес, при этом обрабатывая его огнебиозащитой. По скатам провели монтаж гидропленки, обрешетка собрана через брус с вентзазором. Обвод кирпичной трубы с вентканалами осуществляли из металла, под штрабул, самый надежный и долговечный способ. Монтаж металлочерепицы Норман цвета 8017. Плитный базальтовый утеплитель общей толщиной 150 мм, толщина каждой плиты 50 мм, то есть он уложен в разбежку слоями. И самое главное, посмотрите, насколько плотно уложен он между потолочных балок. Не остается никаких щелей зазоров, соответственно, не будет никаких теплопотерь. Основной плюс базальтового утеплителя, он работает круглый год. Зимой, естественно, он работает от теплопотерь и не пускает холодный воздух в жилые помещения. Летом же, особенно нашим южным, и когда металлочерепица просто нагревается до серьезной температуры, он максимально не пускает теплый воздух в жилые помещения. Потому что это базальт, это каменная плита. Он работает по принципу старого доброго самана. Металлопластиковые окна фирмы Novotex. И наверняка многие могут сказать, что вот как раз-таки такой фирмы окна во многих квартирах мы и видим. То есть, в принципе, застройщики их ставят. Да, друзья мои, фирма действительно идеальная в плане цены и качества. Но в нашем случае высококачественная фурнитура Zingium. Ширина профиля 70 мм. Не 58 профиль, который, кстати, в нашем городе во всех многоквартирных домах ставят застройщики. И самое главное, стеклопакет с энергосберегающим напылением. Поэтому наши окна выигрывают окна те, которые находятся в квартире. Мои подписчики знают, что к электромонтажным работам я отношусь достаточно серьезно. Поэтому, в принципе, на всех моих домах, независимо какая площадь, вот автоматов такое примерно количество. Опять же, сами автоматы можно долго обсуждать, да? То есть, что это не какие-то там дешевые китайские автоматы, как многие ставят. Их количество также, друзья мои, вот оно, реле напряжения. Его не то, что в квартирах, его в домах многие застройщики не ставят. Чтобы вы понимали, опять же, люди, которые не соображают. Вот это реле напряжения с установкой стоит около 5000 рублей. Это только один вот этот автомат. Плюс перекидной под генератор. Опять же, огромнейший плюс частного дома. Если что-то произошло со светом, или вообще какие-нибудь, ну, вы понимаете, жизненные обстоятельства, когда света нет. Генератор решает вопрос. В квартире вы где генератор поставите? На балконе? Ну, это даже не обсуждается. Поэтому, друзья мои, соответственно, вообще, в целом, вся разводка. Электрокабеля у меня идут строго по ГОСТу. Количество точек вы видели. В большинстве современных квартир, на сегодняшний день, которые сдаются от застройщика, вообще, нету электромонтажных работ, их никто не осуществляет. Висит просто счетчик ваш, и от него идет кабель. Дальше все за собственные деньги. Здесь это все готово. Стены жилых помещений поштукатурены, гипсовая штукатурка и пошпаклеваны финишной шпаклевкой в два слоя. Состояние стен уже можно клеить обои на сегодняшний день. Санузлы поштукатурены цементно-песчаным раствором. То есть, плитку, кафель можно класть уже сегодня. А в квартире от застройщика вам еще все это предстоит сделать за свои деньги. Система отопления и водоснабжения, в принципе, кто подписан на мой канал, ничего нового здесь не увидят, потому что сам по себе проект достаточно простой. Ну, одноэтажечка, да, это не какой-то там двух-трехэтажный дом, где бы мы могли показать что-то новое. Но, поскольку много очень прибавляется подписчиков на моем канале, я сейчас кратко объясню, что у нас здесь вообще, в принципе, происходит. Ну, естественно, вот он, ввод холодной воды в дом, дублирующий счетчик, то есть, показания мы снимаем здесь, никуда мы там в колодец не спрыгиваем. Дальше у нас, вот он стоит, фильтр промывочный с манометром. Опять же, мы видим давление воды и его мы моем. То есть, он у нас, фильтр грубой очистки рядом стоит, вот он, со сметным картриджем. Опять же, когда нужно, мы открутили, поменяли картридж, собственно. Друзья мои, в квартире вы можете поставить, в принципе, почти любую систему фильтрации воды, вплоть даже до Осмор. С этим спорить глупо, но здесь-то она уже стоит, а там опять же, это все вам придется делать и делать за отдельные деньги. Поэтому вот этот момент давайте тоже не забывать. Опять, система теплого пола, вот они, коллектора, расходомеры, то есть, мы четко видим, вот у нас подписано, видим, какой контур, за что отвечает, регулируем. То есть, вот, в принципе, санузел мы можем вообще круглый год, чтобы был теплый пол, потому что он весь в кафеле. Отключили полотенчик, но теплый пол работает. То есть, опять же, я про это говорил уже сегодня, что здесь мы сами решаем, когда у нас будет работать система отопления и как она будет работать, а в квартире решают за нас. Вот, ну и в целом, давайте посмотрим дальше. Вот они у нас, коллектора стоят, вот он у нас отдельно стоит насос для эффектной работы теплого пола, потому что, в принципе, ну, чем лучше будет регулироваться давление, тем будут лучше работать полы и, соответственно, меньше газа вы будете затрачивать. Газовый котел на Вьен, идеальные соотношения цены и качества, ему, в принципе, даже нету равных, если, опять же, брать цену и качество. Вот его пульт, он сейчас отключен, потому что дом достаточно сухой, уже апрель месяц, ну, нету никакого смысла у нас в данный момент при чистовой отделке топить дом. Вот, мы его выключили, но в любую секунду мы его можем включить. Вот этот пульт, он очень прост в управлении. Вообще, никаких проблем ни у кого не возникнет, чтобы с ним разобраться. И самое главное, друзья мои, я в начале выпуска говорил, что система теплого пола у нас везде, кроме спальных комнат, и также везде установлены радиаторы. То есть, опять же, у нас есть возможность, либо вообще не пользоваться системой теплого пола, либо в тех помещениях, где она есть, только использовать систему теплого пола, потому что у нее отдельный расчет, у радиаторов отдельный расчет, и они могут работать автономно, они друг к другу не привязаны. Для изготовления чистовой стяжки пола использовали крупнозернистый песок, цемент марки М500, фиброволокно и демпферную ленту, залито в один уровень, и уже на сегодняшний день можно класть паркет, ламинат, плитку. Общая стоимость дома, земельным участком, коммуникациями и всем тем, что вы видели в сегодняшнем выпуске, 7 миллионов 200 тысяч рублей. Надеюсь, теперь ни у кого никаких вопросов не осталось. Я мог еще привести с десяток серьезных аргументов, чем этот дом выигрывает квартиру. Ну вот, как минимум, парковочное место. В нашем случае их три. В квартире на сегодняшний день, в нашем городе, стоимость одного парковочного места начинается от одного миллиона рублей. В среднем это даже полтора миллиона. Повторяюсь, у нас их три, и они входят в эту стоимость. Друзья мои, я ни к чему, никого не принуждаю. Я лишь вношу ясность. Вы все взрослые люди, и каждый из вас самостоятельно примет, надеюсь, правильное решение. С вами был Евгений, YouTube-канал Дневник Строителя. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...